26 января в учебном тренировочном центре прошла тренировка по айкидо, на которую съехались представители из разных регионов России. Кто из броничан уже занимается этим видом спорта и в чем его особенность? Расскажем в нашем материале. С японского айкидо переводят как путь гармонизации духа. Самое главное отличие этого вида единоборства от других в том, что он учит использовать силу противника против него самого. Айкидо появилось в начале 20 века и считается одним из самых молодых единоборств, но уже имеет более миллиона поклонников в 80 странах мира. Уже с 1993 года существует клуб айкидо. Сначала он был создан при МГТУ имени Баумана и в течение более чем 10 лет мы там занимались. Потом мы выделились, получили отдельное признание всей японской штаб-квартиры айкидо и организовали самостоятельный клуб диксинкай. И этот клуб всероссийский. У нас есть отделения в Иркутске, Новосибирске, Томске, Тамбове, Санкт-Петербурге и Москве. И теперь в Московской области, поскольку мы с женой переехали жить в Броннице. И благодаря интересу, проявленному руководством этого спорткомплекса, мы в общем-то начали вести взрослую группу здесь. Айкидо учит никогда не атаковать первым, но если на тебя нападут, ты сумеешь постоять за себя. На ковре между собой все равны. Здесь нет такого слова, как противник. Есть слово партнер. Я частый гость. Благодаря Огнян Кременовичу нахожусь во время приезда у него в гостях. Поэтому мы ездим и футбольные поля ваши смотрели. Буквально в декабре участвовал на тренировке здесь, непосредственно в этом великолепном зале. Поэтому очень только теплые и положительные впечатления. Айкидо могут заниматься и мальчики, и девочки. При этом не важно, сколько ученику лет. Этим видом единоборств можно заниматься всю жизнь. Здесь нет возрастных ограничений. Даже если раньше боевыми искусствами вы не интересовались, начать посещать тренировки никогда не поздно. Хоть в 20, хоть в 30, хоть в 45 лет. На самом деле детская секция стала заниматься именно на нашей территории. Это центр развития личности, которым я являюсь одним из руководителей. Также общественная организация «Будь здоров, всегда здоров». И детская секция потихонечку переросла во взрослую секцию. Это мои друзья. Это Екатерина и Огнян Кременович. Это замечательные люди, руководители клуба «Дески на Кай». И сейчас эта взрослая секция занимается именно в этом здале. Это на самом деле очень интересный вид спорта. Я не мог отказаться от возможности и удовольствия заниматься этим видом спорта, потому что он действительно разносторонний. Он дает возможность поддерживать себя в форме. Это команда, это замечательные, интересные люди. И всем нам помогают тоже, потому что работа, рутина, она немножко затягивает. А это возможность действительно быть в форме, быть в тренде. Детскую секцию по Айкидо нашего города возглавляет Екатерина Другова. Ребята уже во всю уйту повышают свое мастерство. Ксения Новожилова, Александр Слепцов, Наталья Тимохина. Броньские новости.